На прошлой неделе, когда без объявления войны оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан не состоялось, паника пронеслась в рядах ценителей и любителей этого жанра, но на этой неделе все встало на свои места, и Андрей Геннадьевич Назаров приступил к своим обязанностям, в том числе к обязанностям ведущего этого мероприятия. Назаров, безусловно, тщательно подготовился к этому мероприятию, безусловно, он придал большое значение тому, как это будет выглядеть в первый раз, и в общем и целом все у него прошло успешно, но оценку его личного участия в этой оперативке мы, наверное, отдадим в конце. В общем, все началось, как обычно, по расписанию, по жанру, по порядку и по всем канонам, уже сложившимся вокруг этого мероприятия. Во-первых, в строках Назаров пробежался по событиям ушедшей недели, отметил, что правительство поручило создать некий новый праздник, праздник День национального костюма, а мне Шафиковой было дано задание совершить все положенные ритуалы и формальные действия в связи с этим. Также Назаров сообщил, что достигнуто соглашение о том, что первым пилотным регионом агентства прямых инвестиций Российской Федерации станет Республика Башкортостан, и что мы все с замиранием сердца ждем приезда руководителя этого агентства, господина Галушка, в Республику Башкортостан. Он отдельно, Назаров остановился на том, что в прошедшую неделю он посетил 8 ноября торжественный концерт по случаю Дня полиции, вручил там награды, поздравил полицейских, напустовал их на дальнейший нелегкий труд. И тут Назаров сделал первое неожиданное отступление, которых у него было на оперативке много, а именно, обратившись к имени Шафиковой уже второй раз на этой оперативке, Назаров сказал, «Давайте договоримся, что со следующего раза все крупные значимые концерты будут иметь федеральную компоненту». Примерно так Назаров попросил Шафикову изменить конструкцию тех концертов, которые неизменны. Она штампует на все множащиеся и множащиеся праздники в Республике Башкортостан. Судя по всему, Назаров остался недоволен именно репертуаром самого концерта. Судя по всему, его немножко утомили вот эти летающие лучники в лисих шапках и бесконечные семь девушек. И захотелось чего-то более серьезного, более федерального, по словам Назаровой. Ну, я не берусь расшифровывать, что в его представлении является федеральным, но хотелось бы напомнить Андрею Геннадьевичу, что непосредственно в его распоряжении имеется один томящийся от безделия певец ртом, умеющий петь песни всякие, значит, там про полезные свойства своего начальства. Так что я думаю, что господина Мурзагула вполне можно задействовать на эти крупные мероприятия, хотя опасаюсь я того, что если бы его выпустили на день полиции, то личный состав мог не удержаться и открыть огонь на поражение. Далее все пошло по обычному сценарию. Первым вопросом оперативного совещания был вопрос об оперативной обстановке в ЖКХ на дорогах и чрезвычайных ситуациях. Традиционно первым выступал вице-премьер Беляев Борис Владимирович, который традиционно затянул свою заунывную песню о том, что все стабильно, все работает, все по нормативу, все хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Но Назаров неожиданным образом проявил такие необычные качества, по крайней мере для Беляева. Я имею в виду то, что Назаров еще не научился пропускать мимо ушей вот эту вот всю пустую болтовню Беляева и стал задавать ему конкретный вопрос. А именно, Назаров задал вопрос простой. В центре Уфы гололед на тротуарах, а на периферии вообще оттворится. Что с реагентами? Беляев начал меняться в лице цветом и выражением этого лица и сообщил в ответ следующее. Оказывается, он провел видеоконференцию с муниципалитетами, направил письма муниципалитетам и теперь он, внимание, надеется, что это не повторится. То есть надежды юношей питают. Вот таким образом господин Беляев и его министерство борются с гололедом, видеоконференциями, письмами и надеждами. Назаров попытался немножко спасти ситуацию. Он ему подсказал, что реагентов достаточно и вопрос в работе, как будто бы диктуя ответ Беляеву, сказал Назаров. Но Беляев был неумолизмом в своем абсолютном пустоголовье. Он сказал следующее. Тут чисто человеческий фактор. И замолчал. Я не знаю, о каких людях шла речь. То ли Беляев говорил о самом себе, то ли о Мустафине. Ну, в общем, очевидно, что человеческий фактор был явлен именно теми людьми, которые непосредственно были в первом ряду этого заседания. И Назаров мог видеть этих людей, за счет кого этот гололед случился. В общем, подытожил он это дело достаточно угрожающе. Сказал, что будем считать, что проблема только в людях. И возьмем эту проблему на контроль, сказал Назаров. То есть, в принципе, я думаю, что Беляеву теперь ничего не остается, кроме как начать чистить тротуары. А нам ничего не остается, кроме как писать инцидент Беляев до свидания. Ну, не знаю, будет ли вторая серия этого вопроса. Посмотрим. Следующая, как бы под тема в этом же вопросе, была традиционная тема безопасности на дорогах и ДТП. Мухаммедьянов Тимур Рафисович излил на Назарова благостную статистику о том, что у него минус 5 человек погибло на дороге, минус 25 пострадало и всего лишь плюс 5 больше ДТП по отношению к прошлому периоду. Запасы соли и песка у Мухаммедьянова более чем достаточно, аж до 1 февраля 2020 года. И таратата Назаров опять задал совершенно конкретный вопрос непосредственно Мухаммедьянову. Хотелось бы уточнить, сказал Андрей Геннадьевич, что по нацпроекту ориентир смертности 4 человека на 10 тысяч жителей. В 2018 году этот показатель был аж 14. То есть 14 погибших на 10 тысяч жителей. И как обстоят дела сейчас. Мухаммедьянов тут произнес совершенно феерическую фразу. Читаю ее дословно. Мы находимся в зоне достижения поставленных показателей. Далее Мухаммедьянов начал опять сыпать цифрами о том, что у него смертность снизилась на 18,8%. Что сейчас погибло на сегодняшний день всего 381 человек. В Башкирии, напомню, что в прошлом году, в 2018 году, в Башкирии погибло 550 человек на дорогах. По крайней мере по статистике. В тот же 2018 год в Москве, которая почти в 4 раза больше Башкирии, погибло всего 492 человека. Я абсолютно уверен в том, что Мухаммедьянов манипулирует цифрами. Потому что уже несколько раз он был пойман на том, что его цифры разнятся с официальной статистикой ГИБДД. А официальной статистике ГИБДД я доверяю хотя бы потому, что она имеет два уровня проверки и два уровня контроля. Я имею ввиду по линии самого ГИБДД и по линии Минздрава. ГИБДД на дорогах. А вот статистика Мухаммедьянова непонятно откуда берется. Кроме всего прочего, я уверен, что в угоду вот этой надобности для региона, я думаю, что в этом году мы в любом случае получим заниженную статистику посмертности. А разница между погибшими в прошлом году и погибшими в этом году будет ничтожной. Так или иначе, Мухаммедьянов доложил об этом вопросе. И следующим шел Гумеров Фарид Рифович, который сообщил о чрезвычайных ситуациях, пожарах, неожиданных пожарах в Уфе. А именно то, что горел башдрамтеатр, что есть погибшие у нас в Уфе в пожаре на улице Ферина. И вообще как-то стало вдруг неблагополучно все с пожарами в прошедший период. Плюс к этому Фарид Рифович сообщил о том, что продолжаются работы на разливе ядовитых химикатов полиэфа. Так и не называют нам вещество, которое там разлилось. И Гумеров сообщил, что в течение четырех дней будет закончена откачка вот этого вещества в штатное хранилище. И начнется рекультивация земли вокруг разлива. Назаров и в этот раз не оставил без внимания, казалось бы, вот этот проходной вопрос. По полиэфу состоялся достаточно примечательный разговор. Начался он с того, что Назаров поинтересовался, по плану ли идут работы. Ну, Гумеров заявил, что там все по графику, все и так далее. Значит, там буквально четыре дня и все будет хорошо. И тут Назаров задал очень неожиданный вопрос, который вообще меня очень сильно заинтересовал. В частности, он спросил, принимаются ли меры к недопущению повторного разлива подобных веществ. И сказал нам, что в прошлый раз выяснилось, что второй контур оказался формальным. Разбираются ли с этим правоохранители и всевозможные технические инстанции. Стоп. Вот тут надо задать вопрос. Какой второй контур? Откуда взялся второй контур и информация о том, что он там оказался фиктивным и так далее, и так далее. Где вот этот рыболов Баширов, который там, значит, вместо того, чтобы разбираться со вторым контуром, рыбу ловил там по 500 килограмм, выуживал из каких-то речек и рассказывал нам байки о том, как там все здорово. Оказывается, заложенный тех документаций второй контур безопасности оказался там то ли фиктивным, то ли его вообще не было. Как такое возможно? И вообще не пора ли там что-то делать с этим полиэфом? Вот именно об этом как раз и заговорил Назаров. Также Назаров напомнил, что оказывается в процессе обсуждения этой проблемы до или после, я не знаю, аварии, даже договорились до того, что вообще-то должен быть еще и третий контур безопасности для этого предприятия. Ну, Гумеров как-то начал здесь немножко мяться, стал говорить, что уголовное дело по факту заведено, будут следственные действия производиться. Полиэф озаботился тем, что они сейчас будут проектировать какую-то документацию. Назаров на это им очень строго заметил, сказал, что дословно вы меня услышали, вопрос третьего контра прозвучал, мы внятного ответа от Сибура не услышали и как бы надо этим заниматься. Вообще, еще раз потом Назаров к этому вопросу вернулся, но я услышал совершенно четкое, конкретное и достаточно угрожающее указание о том, что ситуация с полиэфом должна быть изменена кардинальным образом. Я имею в виду ситуацию с безопасностью хранения и складирования вот этих вот опасных отходов, которые там существуют. И судя по всему, предприятия не особенно торопятся исполнить свои обязательства на эту тему, и здесь все будет зависеть от той настойчивости, которую проявят власти и города, и республики в целом. И вот эта вот рыбалка вокруг разлившегося, значит, опасного вещества, я думаю, наконец закончится, и люди начнут заниматься там совершенно конкретными вещами по ликвидации этой аварии. Вторым вопросом оперативного совещания был вопрос об оказании помощи отдельным категориям граждан в части газификации жилья в Республике Башкортостан. И докладчиком был Ахмадуллин Марат Федаевич, руководитель Государственного комитета строительства и архитектуры РБ. Он сообщил, что согласно указу главы Республики Башкортостан, пять категорий граждан получили возможность быть субсидированными в процессе подключения газа к их домам, к их жилью. Ну, это пять понятных категорий. Инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, участники Великой Отечественной войны, вообще инвалиды, многодетные семьи и семьи, в которых есть дети-инвалиды. Марат Федаевич длинно и путано стал объяснять, что от 60 до 100 тысяч рублей в зависимости от категории будут там выдавать в случае, если в этом муниципалитете, в этом поселке, в этом населенном пункте есть сети газораспределения. Они, в общем, настолько каким-то мертвым языком Марат Федаевич все это излагал, ну, в своей такой обычной манере, чиновника, которого, наверное, не понимает никто, кроме его самых ближайших заместителей. Тут Назаров, конечно, вытерпел всю эту галимотиву, но резюмировал следующим образом. Давайте сформулируем конкретнее. Пять категорий граждан. В сегодняшний день получат право получать сертификаты на 60-100 тысяч. Стоимость подключения газа, вообще-то, по РБ от 100 до 130 тысяч. Тут бы я поспорил, на самом деле эти цифры значительно выше. И сертификат можно наследовать, разъяснил Назаров. Ну, в принципе, я тут согласен с Назаровым в том смысле, что иногда чиновничий язык доходит до такого абсурда, что им самим непонятно, о чем они говорят, а гражданам разъяснить эту ситуацию вообще не представляется возможным. В общем, конечно, Марат Федаевич тут чего-то намудрил. Третьим вопросом оперативного совещания был вопрос об организации записи на прием в медицинские учреждения РБ. Вообще вопрос фундаментальный, который многократно обсуждался, куча претензий, куча вопросов. На этой оперативке, конечно, практически все вопросы были грандиозными, что, собственно, меня очень удивило. Так вот, о приеме и записи на прием к врачам докладывал вовсе не Максим Забелин, который, судя по всему, тоже отдыхает в теплых краях, а его заместитель, мадам Кононова Ирина Вячеславовна, и она сообщила, что, оказывается, у граждан РБ существует пять способов записаться к врачам. Первый – через регистратуру. Это 40% записи. Повторный прием по направлению, то есть когда врач перенаправляет к кому-то другому врачу или к самому себе – это 38% записи. Инфокиоски, чтобы это ни было, 2,5% записи. Через интернет – 7,7% записи. И по телефону – 11,8% записываемых на прием. Мадам Кононова сообщила о том, что количество обращений к врачам неизменно и катастрофически растет от года к году. Если в 2014 году это было 11,6 миллиона обращений, то в 2019 году она прогнозирует уже 19,3 миллиона обращений к врачам, то есть практически в два раза больше за пять лет. С чем это связано, мадам Кононова не объяснила. То ли болеть стали больше, население, в принципе, у нас с тех пор сильно не изменилось, а вот количество обращений к врачам удвоилось. Не знаю. Также заместитель министра здравоохранения сообщила, что существенно расширился список врачей, к которым возможна самостоятельная запись, в том числе это офтальмолог, отмечу я, потому что об этом хочу поговорить отдельно. И срок записи на прием вне экстренных ситуаций не более 14 дней, заявила замминистра Кононова. Если нет свободных пирок, как выразилась она, пациента ставят на электронную очередь. И даже если пациент не пришел, заботливые сотрудники медицинского учреждения перезапишут пациента на более удобное для него время. Вот эту фантастическую картину поведала нам мадам Кононова. Она, конечно, не утверждала, что все безупречно, и сообщила, что есть некоторые проблемы, но причин у этих проблем несколько. Это дефицит кадров, это неправильное планирование работы медучреждения, это сопротивление сотрудников медорганизации нововведением, то есть такие какие-то медицинские партизаны там вредят мадам Кононовой, да? А также зловредные пациенты без объявления войны отменяют свой визит к врачу, тем самым дестабилизируя работу. А также низкая информированность о нововведении. Вот подобным образом мадам Кононова жонглировала информацию о том, как она борется с дефицитом в кадровом сфере министерства, как она налаживает информирование и так далее. Прежде чем перейти к реакции Назарова, я хочу добавить от себя. На мой взгляд, все, что сказала мадам Кононова в своем докладе, абсолютное вранье. На самом деле, гигантское, огромное количество вопросов и претензий к медицинской сфере Республики Башкортостан в основном сконцентрировано на том, что невозможно записаться к врачу. У меня есть собственный пример. Моя мама, которая живет в центре города Уфы, уже четвертую неделю, не может ни одним из перечисленных пяти доступных способов записаться на прием к обыкновенному офтальмологу. И это факт. Был использован интернет, личный визит, звонки, звонки на эти волшебные номера 1301 и прочее, прочее. Это просто невозможно сделать. И такая же картина с многими и многими узкими специалистами. Речь идет о центре столицы Республики Башкортостан, мадам Кононова. Давайте спускайтесь, значит, с небес или прекращайте свою вот эту вот изощренную демагогию и начинайте заниматься реально этой проблемой. И не надо это все валить на партизан внутри вашей медицинской среды, которые противятся нововведениям. Ну да ладно, вернемся к совещанию. Назаров отреагировал на эту историю примерно так же, как я, только в более цивилизованной форме. И просто перечислил, зачитал мадам Кононовой отзывы граждан на работу Минздрава. 18-я поликлиника, нет доступа к кардиологу. Сипаилова, нет доступа к гастроэнтерологу. Поликлиника номер 4, невозможно вообще дозвониться и каким-то образом связаться и так далее, и так далее. Мадам Кононову просто так голыми руками не возьмешь. По ней видно, что женщина натертая и простым дуновением ветра ее с места не сдвинешь. Она сообщила, что к кардиологу и вообще невозможно записаться по закону. Нет никакой самостоятельной записи. Видимо, мадам Кононова должна туда отправлять больных. То же самое с гастроэнтерологом невозмутимо ответила мадам Кононова. Но тут Назаров как-то конкретизировал. Позвольте, но они не могут дозвониться вообще до поликлиники. Тут мадам Кононова сказала физическую вещь. А они пусть и не звонят. Для них есть номер 1301, единый колл-центр. Ожидание от двух секунд до одной минуты сообщила мадам Кононова. Но я уже говорил, что весь доклад этой женщины был абсолютным враньем. В том числе и то, что на этот номер время дозвона от двух секунд до одной минуты. Я думаю, что сфера Минздрава, конечно, в ближайшие месяцы и в ближайшее время будет в фокусе внимания в республике и на этих оперативках. Потому что тот уровень безобразия, который достигнут руководством Минздрава, и в том числе и господином Забельным, и вот этой выдающейся во всех отношениях женщиной, конечно, не может не остаться незамеченным жителями республики. Четвертым вопросом оперативного совещания был немаловажный вопрос. Я бы сказал, что крылоугольный вопрос. Вопрос о рассмотрении в Госсобрании Республики Башкортостан проекта бюджета Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2020-2022 годов. Доклад госпожи Игдисамовой, уже утвержденного министра финансов Республики Башкортостан, сводился к двум разделам, которые она несколько расширяла в смыслах. Я имею в виду раздел «Доходы республики» и «Расходы республики на указанный период». Речь идет о доходах совокупных, доходах от внутренних поступлений, от поступлений из федерального бюджета, безвозмездных поступлений из федерального бюджета и так далее. Рассмотрим, конечно, мы эти цифры укрупненно. И вот, что нам поведала госпожа Игдисамова. Она сообщила нам, что в 2019 году по оценкам бюджета он составит 175,6 миллиарда, хотя реально госпожа Игдисамова ожидает объем бюджета 196,5, то есть почти на 20 миллиардов больше планируемого. Она не очень объяснила почему, но, судя по всему, растет налоговое поступление в бюджет. В 2020 году мадам Игдисамова планирует сформировать доходную часть 194,2 миллиарда рублей. В 2021 году 187,8 миллиарда рублей, то есть в 2020 и 2021 год, обращая внимание, доходная часть бюджета будет снижаться по отношению к 2019 году. И в 2022 году госпожа Игдисамова ждет уровня доходов бюджета 198,4 миллиарда рублей, то есть примерно столько же, сколько в 2019 году. Очень интересный момент. Даже без учета инфляции мы видим здесь цифры падения на два года и потом слабый откат назад до уровня 2019 года. Расходная же часть бюджета, как ни странно, на все эти четыре перечисленных года, имеется в виду и 2019, и 2020, и 2021, и 2022 год, будет выше доходной, то есть Лира Закуановна нам прогнозирует дефицит бюджета на все четыре года, включая 2019 год. Так, в 2019 году она запланировала реальных расходов 212,5 миллиардов, и это 16,9 миллиардов. Хотя, если внимательно соотнести реальную сумму поступлений, которые планирует госпожа Игдисамова, к планируемым затратам 2019 года, мы обнаруживаем дефицит, который мы получим в итоге по результатам 2019 года, 37 миллиардов рублей, то есть 21% бюджета, это очень много, это очень много, 21% к плановому бюджету, то есть каждый пятый рубль расходов будет либо кредитным, либо нереализованным. В общем и целом, все четыре ближайших года, включая завершающийся 2019, нас ждет дефицит бюджета, в среднем он будет колебаться в размере 22, 21,5-20 миллиардов рублей в год. Также характерно, я отмечу, что 2020-2021 год по плану госпожи Игдисамовой идет снижение затрат. Вот это странная особенность, что 2020-2021 год планируется снизить и доходную, и расходную часть бюджетов, несмотря на то, что вообще-то бюджеты везде растут, и бюджет России тоже номинально растет, еще есть инфляция и так далее, и так далее. Вот здесь это очень такая настораживающая тенденция. Либо Лира Закуановна что-то знает о том, что нас ждет в 2020-2021 годах, либо это действительно объективная оценка экономистов. Дело в том, что снижение и поступления, и расходной части бюджета неизменно повлечет за собой снижение уровня жизни довольно существенной части населения, я имею в виду бюджетников. То есть, ни для кого не секрет, что львиная часть бюджета региона – это зарплата и социальная сфера в регионе. Соответственно, если там снижается расходная часть бюджета на фоне существующей инфляции, которую специалисты у нас оценивают от 5% осторожно до реальных 15-17%, то, конечно, мы понимаем, что если зарплата была 10 тысяч и останется 10 тысяч, с учетом вот этой инфляции, даже там в среднем 7-8%, мы видим картину снижения реальных доходов. То есть, в переводе на русский язык, бюджет, который сообщила нам госпожа Игдисамова на ближайшее время, это бюджет снижения реальных доходов граждан. Однако, это немножко не бьется с тем, что декларируется нашими властями, потому что без конца речь идет о том, что мы повышаем, у нас растет уровень доходов граждан Республики Башкортостан. Ну, оставим пока все это на совести госпожи Игдисамовой. Я уже много раз говорил, в том числе и по радио, что бюджет и Республики, и города, и уж тем более Российской Федерации – это сложно читаемый документ, желающие ознакомиться с бюджетом Республики Башкортостан могут 19 ноября по предварительной записи записаться на публичное слушание в госсобрании, пройдут эти слушания, на сайте есть информация. В общем, бюджет, честно говоря, меня насторожил. Но, выслушав доклад госпожи Игдисамовой и никак не прокомментировав вопрос бюджетного планирования, потому что все-таки бюджет все еще на рассмотрении, Назаров задал вопрос госпожи Игдисамовой исключительно по ее компетенциям, по ее направлению, по Минфину. И вопрос этот был, прямо скажем, совершенно неожиданным, но удивительно конкретным. Назаров сказал, что 4 ноября было принято решение правительства о премировании чиновников в Республике Башкортостан. И тут Назаров узнает, что этой премии не случилось. «Может ли так быть?» – спросил Назаров, – что решение правительства не исполняется. Лира Закуановна слегка растерялась прямо на трибуне. Потом собралась и нашла, что ответить. Она сообщила, что не все министры подали заявки на эту выплату. Но сейчас она строго мониторит и старается это все исправить. Назаров, тем не менее, был непреклонен. Судя по всему, у него была изначальная информация по этой ситуации, и он шел строго по схеме. И он сказал следующее. «Госкомитет по строительству и архитектуре. Сотрудники получили 50% от положенной выплаты». Как это может быть? И тут мадам Игдисамова совсем поплыла. Дело в том, что по логике вещей, если хотя бы 50%-то выплатили, значит, заявка от министерства была. Ну как же так? И, в общем, конечно, Лира Закуановна стала здесь колбасить сильно, потому что она стала сообщать, что она то ли 3 ноября уже получила решение, то ли к 4-му все выплатила, то ли даже к 1-му все выплатила. Заикаясь, сообщила Лира Закуановна. Ну, в общем, все это выглядело очень печально. Назаров достаточно жестко и последовательно эту ситуацию подытожил. «Первое. Не выполнено решение главы», – заявил Назаров. «Второе. Вы не заботитесь о сотрудниках». «Третье. У вас нет обратной связи». Дальше цитирую Назарова. «Давайте так решим. В следующий раз, если решение главы не выполнено, такой руководитель ведомства работать не может», – обратился он явно господину Ахмадулину. А может быть, госпожа Ягдисамовой, хотя, скорее всего, конечно, к руководителю вот этого Государственного комитета по строительству и архитектуре. Достаточно резкое, прямо скажем, заявление, несмотря на то, что заявление это было сделано всего лишь в заботе о тех самых чиновников, которые окружают Белый дом и правительство, но, тем не менее, прямо скажем, очень принципиальное было заявление. Пятым и, пожалуй, что самым важным вопросом оперативки был вопрос об участии Республики Башкортостан в федеральных программах за 10 месяцев текущего года и в ходе заявочной кампании на 2020 год. Доклад делал министр экономического развития и инвестиционной политики, он же вице-премьер правительства, Муратов Рустам Хамитович. Рустам Хамитович сообщил нам, что в 2019 году было подано 119 заявок на привлечение федеральных средств. Это почти в два раза больше, чем в 2018. Из них 106 было одобрено, 9 отклонено и 4 еще не рассмотрены. 106 заявок на общую сумму 25,5 миллиардов рублей были одобрены. Однако акцент господин Муратов сделал не на успехах, а именно на проблемах. Что мне категорически понравилось в том смысле, что он сам сказал, что этого мы добились, вот это мы сделали, ну там хорошо, это много или мало, это отдельный разговор. Но надо делать акцент, надо обращать внимание на то, чего мы не добились. Так вот, дальше господин Муратов поведал нам совершенно апокалиптическую картину. В этой области я имею в виду то, что подавляющее большинство ведомств фактически не справилось с задачей привлечения федеральных средств в Республику Башкортостан. Вообще эта проблема, она абсолютно традиционная для нашего региона, много-много лет, и я и многие об этом говорят. Я вообще был лично свидетелем, еще работая в Белом доме, того, насколько плохо обстоят дела у нас с привлечением федеральных средств. Это было всегда больной темой, особенно в сравнении с процветающим на эту тему по соседству Татарстаном, который умеет привлекать федеральные средства в разы лучше, чем мы. Далее господин Муратов пошел конкретно по списку министерств, которые провалили эту историю. Иначе он с Министерства культуры. Он сообщил, что в рамках национального проекта культура госпожа Шафикова заявила капитальный ремонт 18 объектов культуры в Республике Башкортостан и получила одобрение, внимание, на один объект из 18. Планировали получить 686 миллионов рублей, получили 10 миллионов рублей. Вот заодно это министра Шафикова нужно увольнять незамедлительно. Человек не просто ошибся, человек не просто добился низких результатов, человек провалил работу. 17 из 18 объектов отремонтированы не будут. О чем тут говорить? Что тут вообще обсуждать? Хорошо, дальше поехали. Министерство здравоохранения. Отклонен проект реконструкции кардиологического центра почти на 500 миллионов рублей. Министерство образования. Упущены возможности по созданию центра опережающих профессиональных подготовок. Упущены возможности по созданию центра цифрового образования для детей IT-клуб. Упущены возможности финансирования мобильных технопарков Кванторум. Это еще мягкая такая формулировка. Упущены возможности. На самом деле, раздолбая из Министерства образования, не сделали того, что они должны были сделать, это получить федеральное финансирование на эти проекты. И этих проектов в республике не будет. В других регионах будут, а у нас не будет. Минспорт не смогли получить федеральные финансы на поддержку спортивных сооружений для сферы адаптивной физкультуры. То есть люди, которые и так страдают, которым нужна специфическая помощь в области адаптивной физкультуры, не получат денег по вине нашего Министерства спорта. Еще четыре заявки в РБ находятся на рассмотрении в федеральном Минфине. Сообщил нам Муратов, в том числе по линии Минсельхоза, на 102 всего миллиона рублей. В общем, конечно, это, честно говоря, это слезы. Отдельно хочу отметить одну вещь, которую, наверное, упустил господин Муратов или не знал об этом. Существует федеральная целевая программа «Информационное общество». Она содержит в себе достаточно многообразные варианты получения государственных финансов. И эти финансы направляются на войти в сферу регионов, на улучшение системы взаимодействия власти и населения, на улучшение системы оказания государственных услуг. В сфере информационных технологий. Так вот, в федеральной целевой программе «Информационное общество» Республика Башкортостан не участвует вообще от слова совсем. И курирующий это направление господин Милкоедов Борис Николаевич, видимо, настолько увлекся размещением 17 тысяч информационных сообщений о цифровизации телевидения. Вместе с Мурзаголовым они там реализовывали вот этот вот гигантский информационный проект, что просто забыли о существовании федеральных целевых программ и своей свистой обязанности участвовать в получении федеральных денег. Так вот, Республика Башкортостан по федеральной целевой программе «Информационное общество» не получит ничего ни в 2019, ни в 2020 году. Далее господин Муратов перешел к описанию в общем ситуации в этой сфере и сообщил нам, что в 2018 году было одобрено федеральное финансирование на 64,3 миллиарда, из которых освоено 56,1 миллиарда, то есть 87 процентов. Даже не все суммы были освоены. А в 2019 году было одобрено 68,6 миллиарда, не сильно больше, чем в 2018. Реально получено 52 миллиарда из этих 68, а освоено 48,6, то есть всего 70 процентов. Осталось полтора месяца. То есть речь идет о том, что за 2018-2019 год в этой сфере не то чтобы прорыва не произошло даже существенного изменения, и существует вероятность того, что если мы что-нибудь здесь еще будем делать не так, то показатели 2019 года могут оказаться хуже показателей 2018 года. Именно об этом говорил господин Муратов. Далее господин Муратов перешел к перспективам 2020 года. Он нам сообщил, что на 2020 год уже подано 124 заявки, то есть всего на 5 больше, чем в 2019 году. Из них на данный момент одобрено 46. И эти 46 одобренных заявок – это всего 6,8 миллиарда рублей. В целом же всего заявочная компания на данный момент имеет объем 35,8 миллиарда рублей, что всего на 10 миллиардов больше прошлогоднего уровня. Однако господин Муратов сообщил, что уже отклонено 45 заявок на сумму 6,7 миллиарда рублей. И если дальше так пойдет, то все оставшиеся заявки, которые потенциально будут одобрены в 2020 году, составят всего 80% к 2019 году. То есть опять намечается легкая катастрофа. В том смысле, что мы не просто растем, а мы убываем в этой части. В частности, господин Муратов сообщил, что уже по 2020 году отклонены заявки на финансирование Министерством культуры на 2 с лишним миллиарда рублей. 36 реконструируемых объектов культуры не будут реконструированы, согласно заявкам госпожи Шафиковой. Минздрав. Поликлиника больницы Куватова – 800 миллионов рублей. Отказ. Кардиоцентр – 2,5 миллиарда рублей. Отказ. Минспорт – 12,7 миллионов. Поддержка волонтеров – отказ. Минобразование – 80 миллионов. Технопарк Кванториум – отказ. Минзимимущество – кадастровые работы на 10 миллионов. Тоже отказ федерального финансирования. В общем, конечно, ужас-ужас. И опять Министерство культуры. Но надежды не покидает. Рустам Ахамитович, он сообщил, что по 8 национальным проектам еще в стадии подготовки 25 заявок на общую сумму – 21 миллиард рублей. И необходимо сконцентрировать все внимание на том, чтобы эти заявки были поданы правильно. Далее господин Муратов попытался сформулировать причины того, что вот эта заявочная кампания со стороны нашего правительства идет так плохо и так неэффективно. В частности, Рустам Ахамитович сообщил нам о том, что, вероятнее всего, кампания ведется на децентрализованной основе. Несвоевременно подается отчетность и аналитика по реализации проектов, и в том числе аналитика по подготовке этих заявок. Отсутствие реального понимания возможной федеральной поддержки по отраслям и направлениям. Ну, тут уж совсем, конечно, беда. Если это так, то там, ну, по полу министерства надо разгонять. Что предлагает господин Муратов в сложившейся, прямо скажем, непростой обстановке? Первое. Создание единой электронной интегрированной платформы по формированию заявок на федеральное финансирование. Ну, абсолютно здравая идея. Действительно, попытка автоматизировать некоторые процессы всегда, как правило, дает результат. Не до конца понятно, что это такое, но посмотрим. Также господин Муратов предлагает создание центра управления регионом. Вот тут я прямо заинтересовался, что это за такое интересное название. Какова будет развесовка между вот этим центром управления регионом, звучит прямо скажем глобально, и, например, администрации главы Республики Башкортостан. Или, например, как будут соотноситься полномочия центра управления регионом и правительства Республики Башкортостан. Очень хотелось бы поподробнее узнать об этом, что это за центр, и не плодим ли мы сущности, как любил говаривать обожаемый мною Владимир Александрович Балабанов. Ну, посмотрим. Также господин Муратов в конце своего доклада обратил внимание на то, что до 31 декабря текущего года необходимо заключить все межведомственные соглашения на уровне Республики Башкортостан Российская Федерация о межбюджетных трансферах. Ну, вообще, прямо скажем, достаточно такое уже отчаянное, по-моему, заявление с высокой трибуны, потому что если до сих пор в Министерство и ведомство подобного соглашения не заключили, то шансов получить у нас финансовые средства из федерального бюджета просто ноль. И, в общем-то, перешли к премиям. Совершенно закономерно свою реакцию на этот доклад господин Назаров сконцентрировал на госпоже Шафиковой. Он так прямо и сказал, вопрос к имени Ивне Шафиковой. В 2019 году из 18 объектов одобрен только один. В 2020 отклонено еще 36 объектов. У вас практически все заявки отклоняются. Что происходит? На что Шафикова привела совершенно фантастическую, на мой взгляд, причину этого полного провала. Она сообщила нам следующее. А мы, говорит, слишком много заявок подали, потому их и отклонили. Ну да, наверное, 18 многовато, надо было сразу одну подавать, и все, одну бы одобрили. А еще мы отправили заявку на реконструкцию театров, стала рассказывать Амина Ивневна. Но отправили ее без экспертизы строительной, а нам ее и отклонили. А теперь снова отправлять будем заявку, обнадеживая первого вице-премьера правительства, министра культуры. Вообще, ну как сказать, говоря русским языком, за такую работу действительно надо отрывать там все конечности и прочие выступающие части тела. Потому что в федеральной целевой программе в условиях подачи заявки черным по белому прописано список документов, необходимых для получения федерального финансирования. Условия оформления этих документов. Я лично видел, как это сделано. То есть, если госпожа Шафикова рассказывает нам, что у нее целое министерство трудилось над заявкой, подала эту заявку в Москву, ездила она туда с удовольствием много раз, я абсолютно уверен с этими документами, и замы у нее туда без конца ездили, и прочее. И она тупо не выполнила просто прописанные правила подачи заявки, но за это вот просто реально надо гнать в шею. То есть, человек не способен к абсолютно простой и понятной хозяйственной деятельности. Госпожа Шафикова думает, что министр культуры это тот, кто хорошо играет на пианино, что ли? Или тот, кто правильно расставляет вот этих летающих лучников на сцене Дворца культуры имени нефтяников? Нет, нифига подобного. Министр культуры это человек, который и строит, и белит, и заботится обо всей инфраструктуре. А вот поют певцы ртом. Мурзагулов поет. А вот министр культуры занимается вот этими вещами. Шафикова, на мой взгляд, просто категорически этого не понимает. При этом, когда она сообщила о том, что экспертизу она не сдала на реконструкцию театров, и потому не получила денег на реконструкцию театров, даже Назаров, который был достаточно спокоен, не то что я, он как-то так ей заметил, ну слушайте, значит все-таки дело не только в том, что денег нет в федеральном бюджете, да ведь? В общем, Шафиковой, конечно, реально было нечего сказать, и лучше бы она молчала. Но я не знаю, будут ли приняты меры в отношении нее. Но вот это, конечно, возмутительная история. В общем, на этом повестка оперативного совещания была завершена, исчерпана, и господин Назаров совершил традиционное для Хабирова, и, видимо, теперь уже для себя, Лаверды, то есть подвел некое резюме этого разговора. Был он, прямо скажем, четко понятным, длинно не рассуждал, в воспоминания детства и юности не уходил, сообщил три пункта, которые он подытожил в это совещание. Обратить внимание на выполнение национальных проектов, и что ситуацию мы не переломили, сказал Назаров. Ну, это, кстати, здраво и точно характеризует ситуацию с этими вещами, без всякого шапка закидательства. По поводу здравоохранения, держать на контроле вопрос кадров. По поводу чрезвычайных ситуаций, держать на контроле пожары и полиев, и принять меры к тому, чтобы при нанесении урона экологии виновник принял меры к тому, чтобы ситуация не могла повториться. Существенное замечание со стороны Назарова. Здесь я отдаю должное его последовательности, в том смысле, что он, ну, как бы не пропустил мимо дальше вот эту всю историю, еще раз сакцентировал на, там, вот этом втором-третьем контуре, и действительно надо, наверное, добиваться до конца вот этих вопросов, потому что иначе полиев нас будет без конца радовать своими разливами тысячи и тысячи тонн отравляющих веществ. В этот раз я позволю себе собственные лаверды, собственные итоги этой оперативки, и касаться они будут в большей степени не содержания оперативного совещания, а непосредственно того, что вот место Хабирова теперь на этих совещаниях занял Назаров, что изменилось и чего мы ждем от этого всего. Ну, я пробегусь, в первую очередь, по четырем основным выводам, которые я сделал, прослушав эту оперативку. Первое, я, наверное, все-таки был прав в том, что никакой конкуренции между двумя первыми вице-премьерами правительства, я имею в виду господина Назарова и господина Тажетинова, не предвидится. Судя по тому, как уверенно Назаров давал господину Тажетинову технические поручения на этой оперативке, ну, там, включить этот вопрос, сделать то, принести это, убрать вот это, судя по этому, Тажетинов конкретно получает вот эту вторичную роль. Я не знаю, зачем его сделали там первым вице-премьером, может, по привычке, а может быть, на всякий случай, но, тем не менее, паритет и приоритет Назарова здесь абсолютно понятен. Было забавно наблюдать эхо предыдущей конструкции оперативных совещаний, когда, произнося «уважаемый Андрей Геннадьевич» вместо «уважаемый Радий Фаритович», практически все докладчики запинались, путались. Отнесем это к речевой привычке, возможно, она пропадет со временем. Отмечу также, что всего за час оперативного совещания, длилось оно всего час с небольшим, Назаров рассмотрел существенно больше ключевых вопросов и сложных очень вопросов. Также он успел их конструктивно обсудить, чем обычно за полтора часа рассматривал ради Хабирова. То есть КПД Назарова в этой части значительно выше, чем у Хабирова. Также хотелось бы отметить, что все вопросы, которые задавал Назаров докладчикам, а задавал он вопросы каждому докладчику, были не просто вопросы человека, любопытствующего, услышавшего о проблеме только что, пытающегося в нее вникать, а были вопросы человека, который понимает, о чем говорит, человека, который вникал в тему и задает вопросы по существу. Также требования Назарова к докладчикам, либо к ведомствам этих докладчиков, были более конкретны и категоричны, чем у Хабирова, но при этом были менее прямолинейны и сформулированы значительно более понятно. Какие выводы из всего этого можно сделать? Я, конечно, пока не берусь делать глобальных выводов. Я не очень понимаю, какова будет роль самого Хабирова теперь в медийном пространстве. Я думаю, что тот передоз Хабирова в публичной сфере немножко будет сейчас сниматься. Вот эти 11,9 тысяч упоминаний Хабирова, которые привели его к рекордному месту в медиарейтинге, я думаю, сейчас сильно поредеют. Думаю, что и самому Хабирову поднадоела эта вся история с вот этим введением оперативок. Кроме всего прочего, я полагаю, что у Назарова должно получиться лучше. Ну, хотя бы по ранее изложенным причинам, хотя бы потому, что он действительно лучше разбирается в экономике, хотя бы потому, что он не обременен вот этими вот обязательствами между собой, там, перед теми, перед этими, там, прочими заслугами. Я очень надеюсь, что Назаров получит некое все-таки дозволение, некие полномочия по изменению состава правительства. Не думаю, что правительство начнет менять вот прямо немедленно с корабля на бал, то есть вот прямо сразу-сразу. Я думаю, что пристрелка и определение необходимых перестановок в правительстве займет у Назарова примерно 3-4 месяца. Я не думаю, что раньше марта мы обнаружим какие-то существенные изменения в составе правительства, но после марта точно обнаружим. В общем, я желаю удачи Андрею Геннадьевичу в том смысле, что мне показалось, что некий проблеск здравого смысла на этом совещании все-таки был. Я очень беспокоюсь за то, что сможет ли он совладать вот с этой вот, на самом деле, картиной хаоса, которую он увидел. Я полагаю, что его самого уже немножко все это ужаснуло, в том смысле, что он-то человек бизнеса, он привык, когда что-то не работает, это тут же можно перенастроить, где-то что-то работает плохо, это можно заменить. Ну, то есть такие прагматичные моменты. А вот правительство Республики Башкортостан – это нечто другое, это слегка такой метафизический механизм, в котором, например, существует огромное количество ненужных деталей, но трогать их нельзя. Или, например, есть детали, которые вообще не работают, заржавели, или совершенно непонятно там, для чего находятся, но их, условно говоря, поставил самый главный, и тоже никто не решается их там оттуда убрать, даже если они мешают. То есть это вот такая немножко абсурдная картина, с которой, конечно же, Назарову работать непривычно. Ну, будем надеяться, что он сможет оптимизировать даже настолько абсурдный и нелогичный объект, как правительство Республики Башкортостан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова